Там опыт, накопленный опыт и, да, и, конечно, знания. Конт-артист поддерживает артистов старшего поколения, тех людей, которые учили нас радоваться, совпадать и жить. А сейчас они, конечно, вынуждены многие оставить свою профессию. Кто-то дома, кто-то сохраняет себя в профессии. Я бы хотела как раз поговорить о том, как максимально сохранить себя в профессии, и как передать это дальше, как не стать соперником, как стать профессионалником. Наверное, люди-артисты и люди-профессии гораздо острее чувствуют, как мы это уже, видимо, понимаем, вот этот уход из профессии. Поскольку для человека это действительно не только социальный статус, это саморазвитие, а, как мы знаем, для социально активного человека продолжение и постоянное обучение, это как раз, наверное, путь к профессиональному самосохранению. И вот если мы говорим про артистов, тут мы видим вот как эту проблему, так и решение этой проблемы. А решение проблемы на примере, и, наверное, для многих нам известных примерах, некоторые артисты, сохранив себя в профессии, они дальше продолжают, продолжают. И здесь, наверное, нужно понимать, что есть, если мы говорим про возможность менять профессию, то не нужно ее бояться. И это больше прикладная история к любым другим профессиям, не только артистическим. Мы на своих примерах видим, что многие артисты, уйдя со сцены в качестве артиста, остаются в театре и становятся педагогами. И, наверное, всем нам это не хватает. Это не хватает и достающему молодому поколению. У нас недавно был паблик-ток на тему «Возраст как искусство», и приняли участие очень уважаемые всеми нами артисты-педагоги, художественные партии театров, и Юрий Николаевич Соловный, и Шиловский Севолод Николаевич. Они как раз очень много говорили о том, как важно сохранять эту связь поколений. По своим подопечным, и вот то, что говорил Дмитрий, мне нам тоже очень хорошо знакома эта тема, мы, как фонд, мы, наверное, также не вызываем сочувствие и сожаление, потому что мы больше... От этого нам, наверное, сложно собирать средства на наши программы. Мы здесь также понимаем, что то, как мы показываем наших артистов, то, как мы пытаемся позиционировать вот этот зрелый возраст и вот эту красоту. И Дмитрий очень много говорил как раз о красоте через женщин, потому что даже на собственном примере я могу сказать, что не всегда удается привести себя в порядок, накрасить губы. А вот несмотря на это, у нас есть сотрудница, ей 86 лет. Вот Ирина Евгеньевна, она у нас председатель клуба «Ветеранов», она всегда прекрасно выглядит, она для нас такой, ну, тоже некоторый ориентир для всех наших коллег и людей более молодого возраста. И, конечно, мы все, как общество, должны поддерживать это, но это стремление быть задействованным. Как бы мы ни хотели, у нас в фонде есть программа «Безнание любви», как бы мы ни хотели социально адаптировать людей с делового возраста, проводить различные мероприятия, там, под этим театром все вместе. Но мы понимаем, что вот эта семья, друзья, какие-то интересы, они все равно не позволяют быть признанным. И вот это признание, оно, наверное, продолжается через поиски каких-то новых форм, новых форм своего применения. И мы, как общество, конечно, не должны видеть какое-то самое преткновение к людям более древнего возраста, воспринимать их как аминь преткновения, а чувствовать в них опору. И я думаю, что вот как раз артисты, это, наверное, и через артистов, это, наверное, тот тренд, который им нужно демонстрировать. Опять же, фонд проводит ряд таких социальных проектов, в основном в рамках своего направления «Связь поколения». «Связь поколений» происходит, естественно, в такой теховой истории между молодыми артистами, между артистами старшего поколения. Был у нас замечательный в прошлом году проект в мастерской Дмитрия Русникова. Проект назывался «До и после». Он как раз был признан показать, что между людьми разных профессий, разного возраста, в любой профессии, между ними связь или пробность. И в чем эта связь? И что могут люди подчеркнуть? Конечно, для наших, мы брали интервью у тех ветеранов сцены, которые уже не в профессии, они дома, но им есть что рассказать, им есть чем поделиться. Это не только артисты, это еще и работники сцены. И вы знаете, когда ребята готовили этот проект, это молодые люди, которые выходят на сцену лет 18-18, мы предоставили предложение, с кем надо было бы поговорить, у кого действительно богатый жизненный опыт и интересная какая-то личная история. И когда ребята посмотрели на этот список, ну, вы знаете, у молодого возраста, мне прям кажется, что люди, наверное, 60+, это уже, как мы здесь и в разных конференциях тоже говорили, можно ли говорить о пожилом человеке. А мы представили людей старше 85-ти, те, которые сейчас в здравии, те, которые готовы, и они сами настолько заинтересовались этим проектом. Проект был в формате вербатима, это когда молодой человек передает всю историю, ну, получается, своего старшего коллеги. И мы поняли, что пока этот проект длится, это была серия интервью, этот проект длится почти полгода, мы собирали эти истории, вот эта связь настолько хорошо сложилась, что мы вовлекли, снова вовлекли тех артистов, которые участвовали в проекте, пережить всю, собственно говоря, свою творческую жизнь. И они продолжаются в этом проекте, и мы продолжаем похожие истории. Я надеюсь, что скоро на первом канале выйдет такая солнечная тема «Наставники». Вот нам кажется, что надо работать, наверное, нам, это больше и как фонду артистов, также прикладывать усилия и показывать прекрасные истории Шиловского, который, выходя в конференцию, сказал, что у меня, простите, у меня все будет по минутам расписано, у меня есть час, я счастлива, что мы поднимаем такую тему, когда он спускался, он говорит, мне в аргип. Он сел не в ту машину, такси, и, видимо, водитель не смог даже ему отказать, потому что, как называется, цель видишь, препятствия не замечаешь. И он сказал, мне в аргип, ничего не знаю. И вот мне кажется, такое стремление, когда человек в 10 утра выходит на лекции, в 9 вечера он рвется в аргип студентам, позволяет ему остаться в профессии. Опять же, мы видели примеры, когда многие наши артисты уже с сложными физическими ограничениями, когда их привозят к сцене в инвалидном кресле, они выходят из этого инвалидного кресла и играют спектакль. И я знаю артистов, которые, выходя на поклон, они уже, они доигрывают эти минуты, а потом три дня окреживаются. Не знаю, насколько это хорошо для физического состояния, но я думаю, что в этой истории, когда этого нет, то это и есть смерть. То есть смерть, она такая, не физическая, она смерть, ну, наверное, человека в профессии, человека заинтересованного. Опять же, я могу сказать, распространенное заболевание, как перелом шейки бедра, он во многом в нашем случае, опять же, вот, когда у нас случаются такие истории, вот мне недавно координатор позвонил нашему подопечному, ну, в рамках, опять же, нашей работы, и она спросила, как ваше самочувствие, как дела, она сказала, ну, я, к сожалению, плохо, плохи мои дела, я сломала шею бедра, мы, естественно, ну, к этому относимся как к заболеванию, как к проблеме, которое нужно решать. Она сказала, пришлось вынужденно уйти с работы, ей 95 лет. Вот я хочу всем нам пожелать, чтобы нам за несколько лет пришлось вынужденно уйти с работы. Ну, пусть мы по такому поводу, а, наверное, по собственному желанию, мы, наверное, в продолжении, если какие-то вопросы, мы прагаем их ответить.